Узор, обзор в Gnome. Вот и установил сегодня Gnome. Я сперва установил GDM, Display Manager. Установился и я его заменил. И тогда у меня компьютер не загружался. Я тогда пошел в Recovery Mode, перезагрузил и там потом сделал реконфигурию и выбрал Like. Like. Gnome кажется. Я попробую терминал взять. Вот тут сохранение. Сула. Вот тут вот так. ДПГ реконфигура выбрать надо и вот так написать. В том окне и потом. И вот тут вот был GDM3, а я выбрал Like.GDM. Тогда загрузилась и так не загружалась. Поэтому не надо выбирать GDM3, Display Manager. Ну а теперь все загрузилось, работает. GDM3. Вот как я сегодня установил недавно Gnome. И вот пока смотрю, какие у меня впечатления. Пока хорошие впечатления. Все быстро тут меняется. Не так, как на Gnome. Как-то там тормозит все. Больше. Вот тут такие два есть. Вот это десктоп и это HOME. Вот какие запущенные приложения. На весь экран, как я понял. Тут вот еще. Они все вот так рестартированы. Тут этот терминал. Тут AudioPlayer. Аудоцити. Тут, вон, вот еще кое-что запущу. Попробуй. Вот Firefox. Правда не пользуюсь этим Firefox. Он тут еще обновление какое-то делает. Хочешь, чтоб я его по умолчанию сделал. Не буду его делать. Молчание. Тут открыл какой-то сайт. Он тут, он тут уже твое внизу. Это немножечко повесной что-то. Кстати. Улитка. Он здесь в дом. Вот. Ну, и он здесь уже по темному. Улитка. 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 Показать, как выглядит стримяр. С четырьмя программами, еще файл менеджер откроем. Он тут быстро загрузил. Вот еще всуну свой планшет. У нас появилась папка на новую. Что там? Пустая папка, что-то не работает. Там выбраны медиа-девайс, у меня на других открывалось. Почему-то не открывается. А, вон, открылась на втором разе. Вот электрикарты, с декарточкой 16 гигабайт и тут интернала сторожка. вот в общем все открылось, но почему-то с первого раза на XFTA тоже с второго раза почему-то открылось вот тут уже 5 программ в общем Firefox закроем ну, сыграю партию шахмат чтобы посмотреть как играть сыграю на одну минуту посмотрите на скорость немножко так тормозит, но как и на других у меня тоже много тормозит вот тут еще видео записано так вот 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 теперь пойти вот 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 Надо было тут идти Еще раз Уфу Это хитро Теперь вот тут может вы хотели пойти, а вот тут теперь нет. Так. 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 Менедер приложения, на XFC мне что-то не нравилось, что там не было такого менедер приложения, что это как-то не работало, что-то не было синаптики, что было восстанавливать, как-то неудобно. Вот я беру плеер, какие плееры тут есть. ЛЦ у меня установлен через синаптику, а тут предлагают установить, видимо, это как-то с другой какого-то места, других репозиторий или что-то, даже какой-то катумер. Вот, установлен. Вот тут сколько этих плееров. Вот, например, у меня есть Audacity плеер. Вот он очень удобный, когда его закрываешь, он потом начинает с того самого места играть. Не только что с самой песни, но и с того самого места. Вот был вот тут, а теперь тут. как-то, когда закрываешь, перезагружаешься, но потом открываешь с того самого места. Это очень удобно. Я тут особо ничего не знаю. А, видеоэдитер вот. Но тут с видеоэдитерами, так тут были проблемы. Но нет таких хороших видеоэдитеров. Есть, но они там за люками всякими. Вот, чего-то. Вот тут что-то. Видеонокс, посмотри, есть, я им пользуюсь. Нет, видеонокс я его сайт скачал. Что тут за IP-ворд? Ну, я не пользуюсь этими всякими вордами. Они мне нужны. Вот тут еще ринбокс-плеерами. Я им тоже не пользуюсь. Есть. Это Толди Сити. Мне одна более-более удобная, чем вот эти. Всякие ринбоксы. Какой-то громадский. Плюшой. Этим я тоже не пользуюсь. Наверное, его нужно убрать. Не знаю, другие вроде бы пользуются. Это вроде бы им удобно, но... Да. Как там настраивать, не знаю. Firefox тоже, наверное, будет. Может, потом посмотрю, как он работает. Если не может, то хрона будет что-то там... Неудобно с ней будет что-то работать. Может, застревать. Или что-то надо попробовать с Firefox поработать. В ринбокс может тоже для какого-то другого плейниста использую. И справка тут. Может, когда-нибудь пригодится. Пусть будет, может. Терминал тут нужен. Сообщительные палатки. А вот тут ринбокс, кажется, даже... Что-то он еще и закрылся с ошибкой какой-то. В общем, это его, да, этот ринбокс. Похож. Вот тут приложение. Вот конкулятор. Вот тут что такое? Вот тут какая-то интересная штучка. Процессор. У меня 16 гигабайт, свободные 12 гигабайт. Почему? Все не понимают. Там FreeMemoryAwayBlet, что-то 14 гигабайт. Почему 14 не знаю? Сенсоры не работают. Что-то я не то может еще нажал. У меня вроде бы не телерон что-то. Не знаю. Вот гномер. Десктоп Эвирин Эвирин Энвиронмент. Десктоп Эвирин Эвирин Эвирин. Ваташа спит. Десктоп Эвирин 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 Эвирин. Скорость своего интернета. Десктоп Эвирин 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 Эвирин. Пинка одна миллисекунда. Это хорошо. Одна тысяча миллисекунды. Тут не крайне supported маску. Наскорация운 code Эвирин. Тем лег accounting. Тем не менее. Ословно обратное место элементы. Перг하하 в графику. Так жеitan. Потом уйти в центр. мне больше особо ничего не надо только видеоэдитер вот что-нибудь такого хорошего видеоэдитера а еще одну программку а нет, она может неправильно работать видеоэдитера очень много ресурсов берут очень много жесткого диска собирает когда видео большого разрешения я пробовал как-то так не очень много занимает диска на месте когда видео редактируют вот, OpenShot Видеоэдитер у меня раньше как-то там что-то не хорошо с ним работало вот пишет постоянно и каждая минута вылетает приходится сохранять с каждой полминуты и он также вылетал там, к сожалению, ругается еще видимо, у меня он тоже вылетал поэтому я его и не пользовался им но другие вроде бы хвалят может, это какая-то новая версия попробую установить вот так синаптик у меня почему-то на XFC не запускался такие звуки приятные поэтому я его запускал вот так сюда синаптик вот тут он пишет, что другая программа уже использует вот это занял просто надо без удар написать тогда он будет без администрации тут не можно теперь устанавливать только посмотреть вот всякие файлы вот у меня гномы установлены вот я через синаптик на XFTA4 устанавливал гномы вот этот выбрал и выбрал там отметить для установки потом применить нажимал вот у меня еще и XFTA4 установлены вот и еще было в нити устанавливано уже по умолчанию так как он раз убунтовал вот у нити вообще может и можно удалить его я не знаю столько места занимает но вдруг потом захочу попользоваться поэтому не буду вновлять может что-то там другие ослабляются или что или просто чего-то ну или там какое-то обновление выйдет или что или другие вдруг не будут работать а когда у меня наверное нет когда я вроде бы смотрел у других они там как-то работают с ошибками поэтому не буду устанавливать как-то раньше я работал как-то не очень понравилось там он сделан когда на на базе на базе куту 4 или куту 5 этот куту 4 и куту 5 он как-бы открыт они какой-то другими чем-то еще сделан он там такой очень какой-то очень мне нравится так много ресурсов поедает поэтому он как-бы не с нуля когда я сделан на каком-то уже как-бы оболочке на какой-то поэтому мне не нравится обмами он с нуля сделан поэтому он должен быть быстрее меньше ресурсов потреблять и больше как-бы души в него должно быть вложено а когда там на таком коммерческом больше движке сделан где он для тех кто бесплатно делает бесплатный а для тех кто платно делает платный насколько я помню он поэтому такой жадность от него мне кажется исходит некоторая степень от него подал попробую запустить в редактор запустил уже и вот не правило Ну, не буду создавать вот это видео, можно импортировать вот, нет, рожки, тут надо поискать, как-то делать новый проект, открыть проект, импортировать файл, вот вот, можно импортировать, например, какой-то файл, вот в изображениях появился, тут ставить, ладно, не буду делать эффекты, вроде бы какие-то, что-то вот, открыто без сохранения, ну, и Windows программа у меня тоже работает, у меня тут есть папка, вот программа, потом удалить надо, тоже, наверное, потом удалить надо, вот программа тут, вот avidmux у меня, который я скачал с сайта avidmux, он вот в одном файле, он весь вот такой файл, не нужно никаких и больше никаких тут других файлов нет у него, одна программка, нигде его инсталлировать не надо, куда хочешь, туда и пересылаю, вот открыть какой-то файл мощный, я, например, открываю, вот, вот этот, генератор и его работа, вот, правка, вот можно два одному, чтобы больше было видно, так, всем доброе время суток, и вот тут можно, например, вот взять отсюда, поставить, а потом, вот, например, прокрутили до сюда, потом так, и потом нажать дел, и вот все это удалить можно потом, чтобы сохранить, нужно набирать, сохранить как так, вот видео, например, один напишу, сохранить, окей, так, мы сохранем, где-то на 18-й минуте этот, этот пресс произошел, вот открываю видео, вот один, тут видимо такое видео сделано, что оно не может, как бы, такое обрезывание не поддерживает, тут нужно, наверное, как-то рендерить его, нужно вот это подстраивать, те видео, которые я у себя снимаю, только у меня поддерживает это склеивание, не нужно ничего там рендерить, сразу можно так сохранить, вот корзину, очистить корзину, какой-то генератор его работает, видимо, вероятно, вебем формат не редактируется, вот mp4 можно открыть, меню, вот этот файл, ну вот тут я обрежу его, и сразу вот это тоже, смотрим, где он сохранится, используем, плохая идея, лучше браться мкб, вы все равно хотите с их продолжить, ну ладно, продолжим, посмотрим, ну вот, нормально сохранилось, мк4 формат, вот нормально сохранилось, тут пишется, что авина, на самом-то деле, это mp4, но под Linux все распознает, это плеер VLC, он все понимает, не важно, как его назовешь, вот такая работа с этим, в виде макс, и вот еще, показать программы хотел, что вот, Windows, но и программа мне тоже, работает, не все, но те, которые надо, даже, многие работают, ну, а это сетап теслоко, ну, вот это теслоко и калькулятор, вот еще, вот тут, купинг файл, файл с пристанбай, не знаю, что-то долго он грустит, сетапки not find, в этапе subboarding, что-то не может найти, а вот тут, видимо, нужно запускать из этой директора, а то он теперь, видимо, запускной директор, и вот этого файла не может найти, видимо, вот эту домашнюю папку запускной директор нужно сперва с терминалом, вот эту программу, вот, открыть в терминале, вот программа и теперь, покажу, что, так, тут нужно запускать для новичков, а это еще нужен какой-то теслоко, теслоко лист этот, нет этого файла, видимо, что-то я не все перекопировал, вот тут сразу можно терминал в этой директории открыть, это тоже мне очень удобно, даже не нужен этот терминал, как-то не особо, не днем, и XFC такой функции вроде бы не было, поэтому тут не хватает похожих файлов, поэтому я удалю, тут, эти файлы, тут еще какой-то, вот, герератор сигнала, но это просто, не знаю, как, но это не важно, это что это подходит, если в таком случае, вот работают эти индусские программы наверное надо завершать запись, а то может еще непонятно как там запишется это запись тут может ошибка, что она не записывается как бы нету вот этих троих, как они называют, которые должны быть теперь нельзя остановить ну вот, этот файл записывается так, нужно в интернаде покопаться так, нужно в интернаде 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...